С городом Радио Болтком По понедельникам и вторникам в полдень на Радио Болтком Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот! Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот! Добрый день, программа «Разворот» в прямом эфире. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Родион Золотарев. Сегодня мы поговорим о сортировке отходов, о мусоре, о всем, что с этим связано, тем более, что эта вечно зеленая и вечно актуальная тема обрела новую актуальность в связи с пандемией коронавируса. Первый гость нашего сегодняшнего эфира – председатель правления компании «Экобалти» Янис Айсбалтс. Господин Айсбалтс, здравствуйте. Здравствуйте. Да. А телефоны наши 672-12-93-9, 672-13-93-9, WhatsApp – 230-6191. Но прежде всего новое приложение ваша компания запустила, вот о чем вы объявили, собственно, торжественно. Расскажите, что это за приложение, чем оно может помочь жителям, всем нам. Ну да, так как, так скажем, у нас большинство в нашей жизни сейчас она или в компьютере, или в телефоне, то мы запустили аппликацию, приложение, чтобы и на Android, и на iPhone, чтобы люди могли бы смотреть, так скажем, когда у них следующий вывоз мусора, чтобы могли бы через онлайн сразу заплатить свои счета. Плюс, если они хотят сортировать, почему мы очень рады, если это так, то они могут даже и посмотреть карту, где лежащие контейнеры по сортировке. Если не умеют еще сортировать, хотят научиться, то там есть поучение того, что в какой контейнер лучше выбрасывать. Так что, ну, такая для общего пользования и для того, чтобы люди и легче со своими услугами обошлись по вывозу мусора и больше смотрели бы на то, что за кровать все-таки это удобно, и все говорят, вот у меня рядом, нету, еще что-то, да. Ну, зашел в аппликацию, даже если ты не в своем городе, да, зашел в аппликацию, посмотрел карту и знаешь, где, например, можно какую-то, не знаю, упаковку бутылку выкинуть, да, даже если, ну, часто говорят, вот я еду там к бабушке, да, я не знаю, где у нее находится. Ну, сейчас будете знать, по всей латынии есть карта, да. А в таком случае тут как раз недавно Рижская Дума тоже создала интерактивную карту с местами сортировки мусора, вы наверняка об этом знаете. Там вот 104 пункта в Риге указываются, где можно, значит, сортировать мусор. Не дублируют ли это функции вот ваше приложение Рижская Дума, и там и там есть карта, получается? Ну, в том числе у нас есть и точки по Риге, да, но, так скажем, у нас есть и по Риге этих точек больше, чем в Рижской карте, да, плюс мы еще показываем, и то же самое сортировка текстиля. Завис наш гость на видеосвязи. Да, еще раз, пожалуйста, повторите, а то зависла немного связь. Да, извините, но в том числе, да, мы показываем и там, где можно текстиль сортировать, да, там, где можно и электронику сдавать, где можно старые шины сдавать, да, то есть это не только сортировка упаковки, да, то есть наша карта, я бы сказал, она более обширная, да, его можете посмотреть и в батарейке, где сдать, и разные вещи, да, то есть я бы сказал, Рига включительно, но эта карта более обширная. А вы сказали, что можно следить за тем, когда следующая уборка, ну, как-то не уборка, а вывоз происходит, а разве вывоз не происходит как-то регулярно, ежедневно, в одно и то же время? Почему человек, для человека это может стать сюрпризом? Мне, по крайней мере, казалось, что это происходит все время в одно и то же время. Не, это происходит все в одно и то же время, но, например, если человек живет не в многоэтажном доме, да, но где-то под Ригой, например, в своем частном доме, да, то самый частый такой вывоз – это раз в две недели, да, и иногда вот это вот, ну, так скажем, как с нашей стороны компании по обслуживанию мусора, мы говорим, мы сделали свой вывоз качественно, да, если человек не заметил, да, то есть он вывоз, у него никаких проблем, да, и порой, если, так скажем, это, правда, качественная услуга есть, да, клиенты порой забывают, а когда это вторая неделя, когда вот это вот через неделю, да, и то есть через аппликацию он видит, да, окей, у меня, например, вот сегодня, да, вот в моем случае, да, у меня самого тоже есть аппликация, да, я поставил, что с вчерашнего вечера у меня есть напоминание, что вот завтра у тебя вывоз, если надо, пожалуйста, мусорник тогда выставь за ворота, да, чтобы, ну, это если напоминание ставишь, да, и день, и день знаешь, да, то есть, конечно, тем, которые в многоэтажных домах, там вывоз гораздо чаще, каждый второй день, каждый третий день, да, там эти напоминания не нужны, но в своих частных домах это очень, так скажем, и по первым отзывам клиентов, с тем же самым АРАПАДЖЕ, да, и при рижских районах, ну, это как раз та функция, которую всем нравится. Глава компании «Экобалти», Яни Зайзбалт, у нас в гостях, возможно, именно эта компания обслуживает ваш дом, это я обращаюсь к радиослушателям, у вас есть возможность задать свои вопросы. Вы наверняка, господин Айзбалт, слышали, что в Сигулде тестируется электронный пункт сортировки отходов, который якобы позволяет жителям платить только за свой мусор, и это кажется вот действительно такой прорыв, потому что для многих, особенно тех, кто сортирует, всегда кажется, ну, я сортирую, мой сосед не сортирует, смысла от моей сортировки мало, здесь получается, я могу сам за себя отвечать. Расскажите про вот этот электронный пункт, что вы знаете о нем, какое у вас впечатление, насколько это может в будущем распространиться. Да, мы о нем знаем так глубже всех, да, потому что компания по обслуживанию Сигул, Сигул Дус Юмис, нашей компании «Экобалти», то есть, ну вот, система очень простая, в Сигулде у каждого жителя есть карта жителя Сигулды городская, да, ее выдает Дума, ну, там разные скидки бывают, всякая через эту карту, да, и мы с Сигулей говорили, что через эту карту можно тоже регистрироваться у контейнера, который открывается только тогда, когда ты подошел с картой, так скажем, пикнул, да, просто говоря, она тебя узнала, и тогда только открываются мусорники, ты выкидываешь, да, и там внутри мусорники стоят веса, да, то есть, как раз, как вы говорили, да, если человек будет сортировать, и чем больше он будет сортировать, да, он будет очень малый вес сдавать, и с февраля он, с этого года февраля, как раз расчет будет только по весу, да, то есть только то, что ты сам сдал, только на свою карточку, только за вес, да, если по всей Латвии расчет, большинство, кроме Юрмова, да, по всей Латвии расчет по кубическим метрам вывоза, да, то тут, и, ну, люди говорят, да, вот я сортировал, у меня осталось пол контейнера, да, но мне все равно надо платить как за полный, да, потому что, ну, такое законодательство, надо платить за кубический метр, да, то в Сиглде сколько в мешке будет веса, столько и ты заплатишь. А в Риге это может появиться в какой-то момент, как это вообще сейчас? Ну, сказать так, совсем честно, система очень дорогая, да, потому что это вся электронная система, но в Риге, в Риге, так скажем, нынешний контракт это не подразумевает, да, потому что в закупке не было таких вариантов, такого расчета, да, по мусору, но то, что идет, в принципе, в Латвии, только что приняли месяц назад новую стратегию развития мусора в Латвии на 7 лет, и там один из пунктов как раз описывает то, что будущее в Латвии надо смотреть на то, что пойдет на систему, она называется paper throw, то есть платишь тогда, когда ты выбросил, да, то есть платишь, только за себя, платишь идентифицированно только за себя, возможно, возможно, из-за веса, возможно, за кубический метр, но главное, ты платишь только за себя, не за соседа, а мы знаем, например, не этот многоэтажный дом, там, 200 квартир, да, а мы знаем, что это квартира 54, которая сейчас выбросила, да, или квартира 32, то есть это та система, которая Европа нас, скажем, ну, можно сказать, не принуждает, но так говорит, что это хороший вариант, на который идти, потому что это вынуждает людей сортировать. Исследование было вот проведено, их много, конечно, периодически проводится, на этот раз оно называлось «Гудри пакуат гудри штируат», наверняка вы слышали, оно показалось, что далеко не все жители Латвии все-таки правильно сортируют, то есть хорошая новость – это то, что люди сортируют уже многие, но не все делают это правильно. Я предлагаю все-таки базовые вещи, понятно, что часто это обсуждается, но вот как показывают такие исследования, стоит еще раз об этом говорить, вот наиболее эти проблематичные моменты, то есть вот я, например, тоже сортирую, у меня есть эти разноцветные урны, да, вот эти вот баки, один, понятно, для отходов бытовых, один для стекла, один для бумаги и пластика, вот, со стеклом все наиболее понятно, стекло, оно и стекло, бутылки, стеклянные банки, а вот между бытовыми отходами и пластиком там начинаются уже такие, иногда ты держишь в руке что-то и не понимаешь, куда, ну, например, тетропаки от, там, кефира, да, я думаю, большинство знает, их не нужно кидать, несмотря на то, что они картонные, они идут в бытовые отходы. Тут, тут, тут я как раз хотел бы сказать, что это одна из самых более частых ошибок, да, это, да, то, ну, как мы на это смотрим, так, чтобы облегчить жителям такое понятие, как сортировать, да, первое, что надо понять, сортировать надо упаковку, да, то есть было ли вот в этом, что ты хочешь сейчас вот выкинуть и сортировать, было ли в этом что-то упаковано, да, то же самое тетропаки, там был или сок, или кефир, или еще что-то, что там находилось, то есть это упаковка, да, и в Латвии система сортировки, она субсидируется производителями, которые платят за каждую единицу упаковки, которую они ставят на рынок, да, то есть они заплатили за нее, чтобы потом кто-то контейнер, а чтобы кто-то рассортировал или переработал, да, в том числе это делают из-за тетропаки, да, то есть нельзя сказать, что вот в одном месте мы у производителей взяли деньги за то, что вот они как бы упаковку, да, и как бы обязались собрать и сортировать, а потом говорят, нет, в контейнер кидать нельзя, это неправильно, сортировать можно всю упаковку. Так куда тетропак идет? Тетропак идет, есть несколько переработчиков в Польше, в Германии. А, ну то есть это вообще отдельно, это не включено в эти три, которые я основные описал? Нет, нет, он идет, вся легкая упаковка идет отдельно в это вот, где пластмасса, картон, мешочки, да, это все идет туда, да. Разделять надо только стекло. Так, подождите, подождите, уточнить хочу, это тетропаки все-таки идут в бумагу и в пластик туда? Да, туда же. А, я просто до этого кто-то говорил, что нельзя, потому что они изнутри, вот в кефир, там молоко. Ну, да, это просто потому, что, так скажем, тяжело попасть в очередь к тем, кто перерабатывает тетропак. Их заводов по Европе слишком мало, и надо стоять в очереди и договариваться, да, чтобы их взяли на переработку. И потому некоторым операторам Латвии им легче сказать, знаете, кидайте в мусор. Угу. Но, по сути, это неправильно. Всю упаковку, в том числе этот тетропак, надо разделять только на стекло или легкую упаковку. Хорошо, какие еще вот такие вот, по поводу которых есть сомнения, упаковки можно упомянуть? Ну, следующее, я бы сказал, что люди часто сарчируют, да, и забывают, что, например, есть одноразовые вещи, да, одноразовые, вот, кружки для кофе, например, да, или одноразовая посуда. А ну сейчас ковид, нету особенно, так скажем, ни пикник не сделаешь, да, ни на фестивале не живешь, да. Ну это очень популярно, да, летом, например, да, на фестивалях. Все думают, вот, вот эти вот одноразовые кружки, одноразовую посуду можно сортировать. Но она одноразовая. Нельзя ее сортировать. Да, это этим все и сказано. Она одноразовая. У нее жизнь один раз. Значит, в бытовые отходы идет. Да, она в бытовые отходы, да. У нее название уже слово. Один раз. Да, то есть один раз и бытовой отход. Ну и третье что-нибудь, чтобы было вот у нас три. Третье, я бы сказал, что, ну, мы часто, часто исторически говорили, все надо очень промывать перед тем, как кидать в контейнер, да. Ну, честно, некоторые на меня коллеги будут злиться, да, но если вы промоете бутылку из-под чего-либо, да, стеклянгой, чтобы она без ничего была внутри, вы потратите столько энергии, столько ресурсов, сколько мы от этой бутылки отсортируя и переработая, мы столько не сэкономим, да. То есть не надо промывать там жидкостями, мылом. Петчуп. Это лишнее. Вы только потратите больше энергии, чем сэкономите, сделав хорошее дело. Ну что ж, понятно. Хорошо, тогда, наверное, перейдем к, собственно, пандемии коронавируса. Понятно, что она внесла свои коррективы во всю эту вот историю. И вообще сначала, если вспомнить первую волну, вот ходили, ну, это, наверное, больше к экологии относится. Вот много было картинок, что там в Венеции дельфины появились, там вообще природа дышит и радуется. Сейчас лично я по своему опыту вижу другую картину. Я каждый день, причем это не фигурально выражаясь, а натурально, вижу под ногами маски валяющиеся. Я думаю, что рижане и другие тоже это видят. Очень много валяется одноразовых масок просто везде, в районе остановок особенно. Вот как вы в целом вообще оцениваете эту ситуацию? Все-таки можно сказать, что с этой вот экологически такой отходной точки зрения пандемия не очень хорошо завернула как-то все? Ну, с одной стороны, надо сказать, что мусора в общем числе стало меньше. Примерно, потому что мы вывозим не только сректировочный, но и простой бытовой мусор. И вместе, если, так сказать, мы смотрели статистику прошлого года, особенно те месяца, когда было закрытое, локдаун, весна и соседи по Новый год, в эти месяца можно сразу видеть, где-то на 10% снижается, в общем, сколько мы мусора производим. То есть с этой стороны это позитивно, конечно. Значит, все-таки мы как-то разрешаем природе немножко хотя бы на 10% от мусора подышать. С другой стороны, надо сказать, что да, что вот эти вот проблемы, проблемы масок и проблемы медицинского отхода... Ну и упаковок, вот в магазинах все булочки, каждая в отдельной упаковке. Это да, но надо сказать, что все равно, если мы смотрим в общем, ну, перед этим было больше упаковок, например, от ресторанов, со школ, да, там, с каких-то фестивалей, да, то есть, ну... Баланс сохраняется. Да, сейчас с магазина булочки, да, но в общем счете, да, каждая булочка, она все равно, ну... Это нехорошо, ну, как бы, конечно, эту пленку все время так тратить, да, но, в общем, немножко более зелено мы начали жить, да. Единственное, мы, да, не совсем понимаем, что маске все-таки надо выкидывать в мусорник, да, а если ты болел, то перед этим еще и лучше все-таки положить ее в мешочек, да, потому что наши люди тоже едут, да, и если там больной человек свои какие-то отходы просто выкинул, да, например, маску, да, и у нас есть соприкосновение с этим, то это риск уже для наших рабочих, да, которые обслуживают просто мусор вывозят, да, то есть это люди иногда забывают. Маски, они, да, направо-налево, к сожалению, появляются. А вот буквально на днях поразило тоже мое сознание новость из Австралии далекой, что австралийские ученые якобы разработали схему, при помощи которой маски, использованные, можно перерабатывать для строительства дорог, и тут в этой новости сошлось все вообще для нас, у нас со строительством дорог всегда определенные проблемы есть, вот вообще как-то использовать эти тысячи масок, которые наполнили рынок, есть какие-то варианты или вы об этом ничего не знаете пока? Ну, надо сказать, что в Европе, так скажем, вариантов таких хороших пока что нет, да, и большинство из них по всей Европе, в том числе Латвии, да, если есть возможность, то они уходят на сжигание и на то, что можно хотя бы энергию добыть от них, да, то есть, ну, то, что есть варианты, что можно в дорогах что-то построить, ну, в дорогу можно вложить и старые покрышки, и старые пластмассы, много-многих вариантов, да, как множество, да, и мы все время тоже с министерством работаем, что ну вот, ну, только дайте нам разрешение, это в дороге класть, да, в Латвии вопрос того, что в Латвии есть такое мистическое название «Був нормативс», да, есть нормативс, не прописано, что ты можешь туда класть что-либо кроме там гравия, цемента и асфальта, да, то даже если ты докажешь, что можешь, пока через три министерства «Був нормативс» не поменяют, а там должно быть как раз три министерства, да, среда, экономика и транспорт, да, то, к сожалению, мы вот так вот все боремся, говорим, что так много материалов можно на строительстве, но, к сожалению, пока что через нормативы ничего не проходит, увы. Вы упоминали тоже вот текстиль, батарейки, шины, другие, в общем, особые отходы, у нас в эфире вот какое-то время назад был Каспар Закулис, я думаю, хорошо вам известно, глава Латвии в зале из Пунктс, он рассказывал, что есть такая проблема, что Латвия стала с текстильной точки зрения как будто бы страной секонд-хенд, очень много из Англии той же поступает текстиля, очень много, в принципе, секонд-хенд одежды, хотя сейчас с Brexit там все как бы изменилось вроде, но вот ваше точка зрения действительно это существенная проблема, и у нас с этим текстилем как-то вот все не очень? Ну, проблема тут в том, что простое захоронение мусора, например, в Англии или в Германии, да, оно стоит там 300-400 евро за тонн, да, у нас вот сейчас, ну, 1 января повысились цены, да, ну, Гетлениако, например, стоит 69 евро за тонн, да, ну, то есть сравнительно 4, то есть 6 раз дешевле, чем Германия или Великобритания. И из-за этого, да, мы стали такой, скажем, таким складом и местом сортировки этого текстиля, да, потому что чтобы не захоронять в тех странах, они готовы доплатить даже людям с Латвии, которые берут сюда, рассортируют, да, треть уходит на секонд-хенд, конечно, в Латвии это рынок, он большой, он нужен, да, многим людям без этого никак не обочить, да, но надо сказать, что только треть того, что приходит в Латвию, оно уходит в секонд-хенд, да, еще треть уходит вообще на экспорт там в Азию или в Африку, да, а треть, к сожалению, идет на захоронение в наших полигонах, то есть мы вот эту текстиль, эту старую одежду не одевали, да, немцы, немцы, британцы, они ее выкинули, наши рассортировали, треть из нее, к сожалению, да, захороняется в наших полигонах, и это очень большая проблема. Причем хорошо, если она легально там хранится, потому что недавно была новость из Лиготной, когда нашли в лесу 15 тонн текстиля, целая свалка нелегальная. К сожалению, да, потому что, ну, так скажем, ну, есть более чем 10 таких компаний в Латвии, да, там несколько десятков компаний в Латвии, которые только этими занимаются, они закупают или, так скажем, за доплату даже берут с других стран текстиль, сортируют, ну, потом, насколько они ответственно к этому относятся, это уже вопрос, так сказать, Лигот, это пример. Да, еще одна тема, которая вот вызывает такое непонимание, может быть, со стороны общества, потому что непонятно, как к этому относиться, это сортировка тары. Должны вроде как вести ее уже в 22-м году, ну, получается, через год как раз. Мы в странах Балтии последние в этом, эстонцы вообще уже, по-моему, лет 10, как сортируют тару. Насколько нам это необходимо? Потому что, вот, я так понимаю, со стороны ваших коллег звучит определенная критика, что это лишь на руку производителям, чтобы увеличить цену. В общем, с другой стороны, это с точки зрения сортировки хорошо, потому что будут, наверное, активнее сортировать бутылки. Как вы на это смотрите? Ну, Европейская комиссия, как любым странам, так и Латвии, ставит ответственные, так скажем, цели сортировки, да. Если мы смотрим на одну конкретную цель, например, сколько надо сортировать в пэт-бутылок, да, Европа говорит 90%, да, то надо признать, что кроме как через депозитную систему и сбор тара, да, эти 90% достичь это невозможно. То есть, первое, это, так сказать, просто Латвия идет на то, чтобы не заплатить европейской комиссии никакие-то штрафы. Второе, конечно, да, люди, которые сейчас, возможно, думают, а, ну, бутылка, ладно, у меня там сортировочный контейнер там 10 метров, да, а простой бытовой у меня тут, ну, как всегда, под рукой. Да, под рукой, под раковиной. Да, то есть, ну, он не подумая, он все выкинет, да. Есть люди, которым эти вот 10 центов, что он придет в магазин, и ему их вернут, да, это их заставит все-таки цифровать, да. То есть, ну, через год эта система пойдет. Я думаю, в Латвии она будет работать точно так же, как и в Литве и в Эстонии, и там люди рады этой системе. А на сколько цены, вот так вот, понятно, что на каждой не скажешь, но в среднем вот вырастут. Что нам ожидать? Ну, я бы сказал, что цены на саму продукцию, они не вырастут, да. Это такая, ну, так скажем, просто полемика тех людей, которые не хотят эту систему, да. Но надо иметь в виду, что когда ты купишь, да, у тебя будет, ты заплатишь 10 центов дороже изначально, да, которые ты возьмешь назад, только вернув бутылку. Да, это, конечно, да. Это сразу вырастет левая бутылка, вырастет на 10 центов, да. Но будет возможность это вернуть назад. А мы успеем, если год остается, как бы технически это вроде несложно, но нам нужно кучу автоматов по стране поставить, куда эти бутылки складывать. Ну, на данный момент уже разработан довольно детальный план, как, когда это начнется и будет делаться, да. Ну, например, например, с Литвы, да, которые три года назад это делали, да, автоматы начали появляться три месяца за начало системы, да. Раньше им появляться просто незачем, но они просто стоят, ну, место занимают, да. Да, ну, то есть в конце этого года автоматы уже начнут появляться, и 1 февраля следующего года система пойдет, у меня нет никаких сомнений. Да, последняя, наверное, тема, которую вот спросить вас хотел бы, тоже такой чувствительный момент, чувствительный процесс, это мусоропроводы, которые стали вот ликвидировать их, там, заваривать. Тут тоже делятся мнения некоторые, не знаю, консерваторы, можно ли их назвать, которые считают, что зря все это, неудобно. С другой стороны, это действительно какой-то уже анахронизм пережиток этих мусоропроводов в старых домах. Каков ваш взгляд на эту тему? Ну, наш взгляд очень простой. Нет ни одной системы, где в мусоропроводе можно было бы сортировать. Да, то есть, ну, мусоропровод – это прямая дорога, чтобы не сортировать. Да, то есть, ну, вышел, выкинул. Ну, если не одна большая дырка, а вот несколько, как в этих контейнерах. Таких еще нет, и внизу в любых мусоропроводах, да, то ли это 911, 119 серия, да, там 115 какая, там везде стоит, и только один контейнер, и ты больше туда не поместишь, да, в это помещение, куда уходит мусоропровод. То есть, чисто технически, да, весь мусоропровод – это такая прямая дорога, не сортировать, потому мы с этой стороны, мы, конечно, за, да. Ну, да, неудобно, но ты же все равно пойдешь на улицу погулять или к машине, или в магазин, да. Ну, тогда пойдешь, выкинешь свой мешочек и подумаешь, что рядом все-таки есть цветной контейнер, и можно сортировать и упаковку, и стекло, и с этого года биологию можно сортировать, да. То есть, из этого мы за закрытие мусоропровода. Да, неудобно, но зеленое – это не всегда, не всегда, может, с первого взгляда удобно, но более смотря на будущее, это всегда лучше. Ладно, в конце я все-таки еще к сортировке вернусь. Вот такой общий вопрос, такой, как сказать, альтруистский. Все-таки как вот людям помимо сортировки стать более дружественными в этой теме? И вот даже к вопросу той же сортировки, может быть, как какой-то разоблачитель мифов вы можете выступить. Вот если ты берешь, например, кажется, что если ты берешь картонный пакет в магазине, да, в супермаркете, то это более дружественно с точки зрения там экологии и сортировки. Где-то я слышал, что ничего подобного и прекрасно пластиковые сортируются, смысла в этом нет. Вот скажите, это и все-таки какие еще действия могли бы рижане, жители Латвии предпринять? Ну, самое первое, это, так сказать, есть такая пирамида иерархии мусора, да, избавления от мусора, да, так сказать, как быть зеленым. Самая первая точка там всегда, это просто не делать нового мусора. Очень просто. Идешь в магазин, иди со списком, а не с пустым желудком. Ну, так скажем, это первое. Второе, это то, что когда мы выбираем упаковку, самое лучшее, это если упаковка однообразна. То есть если это пластик, да, то он просто пластик, он не обклеен там где-то вот что-то еще цветное, да, или как, например, бывает вот йогуртовая пластиковая баночка, да, но обклеена вокруг еще картонным дизайном упаковки. Вот это вот лучше выбирать однообразную упаковку. Она всегда будет лучше перерабатываться и, скорее всего, будет на переработку, а не на сжигание, да. И разница в том, что, как вы сказали, разница в том, что возьмешь ли ты мешочек пластиковый или возьмешь ли ты мешочек бумажный, ну, по сути, правда, нет. Да, разница будет только тогда, если ты придешь в магазин со своим текстильевым мешочком, с которым ты придешь и в этот раз, и завтра, и после. Да, в этом только будет разница, да. Если ты что-то будешь пользоваться один раз, разницы, с какого материала, правда, нет. Ну что ж, спасибо вам большое. Председатель правления компании «Экубалтия» Яни Сайсбалтс был у нас в первой части. И спасибо вам еще раз. Спасибо. Сейчас мы прервемся ненадолго и поговорим еще с организатором большой толоки Вита Яунзема уже с общественной точки зрения. Не переключайте буквально через минуту. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Продолжение следует... 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 Добрый день. Да, добрый день. Ну, вот перед этим мы говорили с сортировщиками мусора, с компанией «Окубалтия», с вами так, с общественной точки зрения в большей степени. Чисто визуально кажется, что вот в период пандемии мы видим, что увеличилось количество масок, которые валяются у нас под ногами. Многих беспокоит то, что сейчас упаковка в магазинах просто на всем, там те же кондитерские изделия, булочки в упаковке. Насколько это вас тоже беспокоит? Или все-таки здесь получается, что обманчиво вот этот вот визуальный эффект все-таки? Нет, он не обманчивый, но, честно говоря, мне больше волнует, ну, не всегда волновало отношение людей к природе, да, то есть это во-первых. То есть можно быть и маской, и упаковкой, и все, что угодно, но если человек нормально относится к природе, то он никогда это не бросит. То есть проблема не в самом мусоре, который выбрасывается, да, но проблема человека, который это выбрасывает. Мне больше, наверное, волнует не то, что сейчас из-за пандемии маски там побольше, но будет что-то другое, что-то другое будет больше. То есть проблема в данный момент, я смотрю уже последний год-два почти, когда начинают возрастать цены за вывоз мусора. И вот тенденции сейчас вот не очень хорошие, и я сделала в прошлом году такой небольшой мониторинг, наезжала по Ласке по разным местам, ну, там, где были, там, где раньше была, то есть там, где я знала, где организуются вот эти полуки. И скажу так, тенденции плохие в том плане, что сейчас вывозят мусор, ну, не то, что там одна маска, которую выбросил от кармана, да, но вывозят мусор уже опять начинают возить мусор уже кучами, уже как-то контейнерами, машинами и мешками. Вот эта тенденция не больше волнует, чем пару масок. Я не говорю, что это хорошо, а маска – это плохо, как-то все, что угодно, что в природе не должно быть плохо. Но тут двояко, значит, отношение человека как-то в облах, его воспитание, его интеллигенция и его вообще восприятие о мире, и вот экономическая часть, которую человек экономит. Две вещи, которые вообще-то мне беспокоят. Ну, вот тоже смотрите, такой момент, вы уже с точки зрения вот экологического движения, вы уже, возможно, ветераном назвать, уже большая толока происходит 12 раз, да, по-моему, она уже произошла. 13. Ну, уже 13-й будет, 12 было, я имею в виду, да. Но я просто к чему говорю, вот про за прошлом году у нас гремела вся эта тема из-за, ну, не из-за, а благодаря Грете Тумберг, да, вы прекрасно напомните, и много последователей здесь в Риге у нее было, проводились эти пятницы за вот Fridays for Future, экологическое движение. А сейчас, когда мы видим вот эти маски и ту же упаковку, как кажется, никто об этом не говорит. Так получается, что, ну, по крайней мере, громко не говорит. Я уверен, что кто-то об этом говорит, конечно, но такой массовости мы не видим. Вот не значит ли, что это было как-то не совсем, не знаю, как-то правдиво, что ли, все это движение, оно было такой вспышкой, которой больше нет? Или это тоже не совсем так? Ну, вы знаете, я думаю, ну, Грета Тумберг, она как бы зеркало своего поколения, да, и того поколения, которое сейчас вырастает на эти идеи о зеленом будущем планеты и так далее. Тогда, когда Грета начала все это, конечно, было очень актуально и до сих пор актуально. Но я должна сказать по иронии, да, то, что ковид, вот эта пандемия по миру, которая пришлась, ну, в принципе, в данный момент все показатели улучшаются. Из-за чего? Ну, в принципе, из-за пандемии. Потому что люди сидят дома, не пользуются машинами, самолеты, не летают много, то есть вода чище становится, бизнес уходит, производство уходит меньше. То есть мы рождаем меньше товара, но каждый товар, это, в принципе, сразу же нужно понять, через какое-то время это будет мусор, да, и чтобы его создать, тоже создают насорение и мусор. Поэтому я могу сказать, ну, какая-то ирония. Грета Кумбард такой в пик момент, когда показатели утепления, конечно, были плохими. Но пандемия как бы, ну, я говорю, ирония, да, это ирония судьбы. Пандемия этот вопрос как-то чуть-чуть решила. И вот получается так, что нам сейчас, как бы, дает показательный такой урок, в веке, ну, имею в виду вот эти показатели, которые сейчас на миске, и все такое, на воздухе, на воды и на других, да, сказатели территорий. И мне кажется, вот, нужно вывлечь какой-то урок, что, в принципе, когда мы уменьшаем свою деятельность, ну, люди, да, тогда, получается, планета живет лучше, и мы тоже живем лучше, потому что мы уже дышим чистым воздухом. Я не говорю о нынче насорении, масок и все такое прочее, я говорю сейчас о большом насорении, о глобальном усыплении и в таком проекте. Поэтому, получается, вот эта пандемия дает нам такой урок, как можно уменьшить все. Но я думаю, человеческая природа, конечно, мы не будем согласны все время жить в таких обстоятельствах, потому что это тяжело. Некоторым не на самом жить, да, бизнес рушить, значит, что-то и прочее. Но, по точке зрения, вот, Илфа, или сейчас, если мне на русском сказать, Ну, долгосрочность, да, да, да. Долгосрочность планеты, да, долгосрочность планеты, это, конечно, хорошо. И я думаю, нам нужно сейчас быть более интеллигентными, чтобы понять, что из этого взять, что отбросить, что поддержать и как дальше жить. То есть, вот ситуация сейчас, она такая. От глобального все-таки к нашим внутренним еще хотел бы вернуться. Вот невозможность путешествий, значит, создала обстоятельства для такого бума внутреннего туризма у нас в стране. Даже вот, например, Рига с Мэжи создали карту, на которых карта с местами такими природными, лесами, где вот у Риги можно погулять, в Риге, на территории Рижского самоуправления. И понятно, что где большое скопление людей, там и мусор появляется. Вот насколько эта позитивная новость о том, что люди стали больше гулять по Риге, оказывается негативной с точки зрения мусора? Ну вот видите, вот это второе, что меня волнует, это воспитание людей. Люди могут гулять, еще больше могут гулять, и люди могут приезжать и гулять, да. Проблема не в гулянии, проблема в нашем восприятии выбросить, вот взять эту руку, мусора в руке, выбросить или не выбросить. То есть на природе. Нет, но это такая вечная, понятно, проблема. Я просто спрашиваю к тому, вот условно вы заявили большой субботник, ожидаете ли вы, что из-за того, что вот люди столько гуляют по природным объектам Риги, у вас субботник будет сложнее, чем обычно, скажем так? Ну, вы знаете, в субботниках до сих пор, не важно, что мы делаем, очень большое дело, уже больше, ну, там, не знаю, на 70-80% уже говорят о сравнении улучшения, знаете, о природе, я говорила, сейчас о визуальной вот на сравнении природы улучшилось. Я, ну, всегда остается, да, всегда находится что-то. Я лишь надеюсь, что пандемия не делает, что люди вообще не захотят вообще выходить и убирать, и будут думать, что вот это уже конец света, и, как, мягко сказать, не грубо, что уже на-на-на, все уже не нужно, и такое отношение, когда мы сами немножко подаем в экспрессии апатии, что мы становимся безразличенными, потому что у нас самих большие проблемы, вот это может создать такую ситуацию, что нам становится, будет становиться безразлично, как природа, мы будем думать только о этом моменте, и как выжить в этом моменте. И вот этого я боюсь, и поэтому я очень хочу, чтобы вот субботник, когда будет 26 апреля, чтобы люди как-то позитивно посмотрели на эту ситуацию, в которой мы ездим, мы в этом ездим, там уже ничего не делать, и все-таки думать о будущем, и как-то позитивно немножко решать вот эту проблему, выйти, и, ну, и самое главное, не выбрасывать в данный момент, ну, то есть оставить природу для себя, для потомков, ну, такой, какой она должна быть, потому что тут уже полностью, уже вся всемирная арсту, то есть врачи, да, не арсту, говорят, что наша иммунная система очень, ну, то есть 99% зависит от окружающей среды, то есть и еда, и воздух, и вода, и генетика там может играть плюс-минус роль, но, в принципе, это зависит, поэтому мы хотим быть здоровыми, но мы, да, уже заплатили на природе. За этот год у нас сменилась Рижская дума, собственно, вот власть столичная, насколько для вас в этом смысле что-то изменилось? Новая Рижская дума, она взяла такой серьезный курс на зеленое движение, какие-то изменения вообще для вас, как для вот человека, который на общественной платформе занимается экологическими вопросами, что можете сказать? Ну, в принципе, я могу сказать только то, что у меня уже у нас с 2008 года со всеми самоуправлением очень хорошее отношение, то есть люди принимают, организуют более-менее, то есть просто на местах стоить, я не могу сказать, что до сих пор было ужасно, да? Нет, Рили всегда выходила, и были и филдеры, из которых мы давали вот эти мешки, они убирали, все это было, это скоординировано, но то, что сейчас больше акцент ставится на зеленой Риге, вот, ну, честно говоря, я очень-очень рада этой тенденции, этому направлению, что, ну, при вас сейчас, знаю, ну, программа, скажем так, пришла, да, игра о людях, ну, то есть, ну, за этим программой люди, и вот все вместе, вот эта программа, которую я уже читала, ну, партия программ, была уже, как бы, не очень симпатична, и я очень-очень надеюсь, что Рига, которая, кстати, ну, самая грязная, потому что не повинны самоуправлению, потому что тут большинство людей... Ну, конечно. Ну, да, это, ну, это как бы само... Понятно, да? Но мне, я очень надеюсь, что вот новое управление, вот эти тенденции, они пойдут, и я знаю, что некоторые люди, которые из Атпояны, которые там сейчас работают, я очень рада, мы уже давно с ней сотрудничаем, но я надеюсь, я надеюсь, что очень будет все хорошо у нас, у нас всех. Да, и тогда напоследок еще напомню, большой субботник в этом году намечен на 24 апреля, и вы, наверное, надеетесь, что он уже будет в более традиционном формате, да? Или все-таки в каких-то ограничениях? Я надеюсь, ну, в любом случае, да, я надеюсь, что будет более традиционным, я надеюсь, что люди будут оптимистичны, все-таки весна, и не забудем, что жизнь продолжается, независимо от всего, но если даже будут какие-то запреты, то есть в каких-то форматах, у нас сейчас очень активно идет вот это соло-дуо, по одному, по двум людям, и мы начинаем думать, как это сделать более приемлемо, а для людей, вот сейчас мы сразу вот над этим работаем, чтобы каждый, кто захотел, мог бы зайти куда-то, вот сейчас мы это решаем, взять свой один мешок и выйти на субботник, там не зарегистрироваться, там через самоуправление, что, конечно, немножко тяжеловато одному человеку, да, поэтому мы сейчас над этим работаем, и я думаю, что у нас все удастся, но самое главное, не потерять радость жизни. Ну что ж, спасибо вам большое, госпожа Яунзема, организатор большой толоки, 24 апреля все выходим на субботник, надеемся, что уже сможем коллективно это делать, но, конечно, посмотрим еще. Спасибо вам большое, госпожа Яунзема, хорошего дня вам, и со всеми мы прощаемся, наш разворот подходит к концу, впереди у нас новости. Продолжение следует...